всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня я вам покажу как можно сделать такой красивый и нежный тортик ко дню 8 марта сейчас я вам покажу как просто можно сделать шаблон для тортика в виде восьмерки берем небольшую тарелочку и блюдце и вот на а4 перекладываем одну тарелку и берем блюдце и только вот немного нахлестывая на другую тарелочку да вот теперь простым карандашом мы будем просто обводить наш контур вот такой шаблончик у меня получился по нему я буду вырезать бисквит диаметр большой тарелки у меня 17 сантиметров маленько маленькой 13 теперь берем бисквит сверху выкладываем шаблончик наш если вот немного у нас не поместился ничего я вам покажу как мы потом выйдем с этой ситуации и вырезаем по шаблону контур восьмерки бисквит я выпекала на желтках он у меня рассыпчатый по структуре восьмерочка наша готова сегодня для украшения тортика я буду использовать два красителя первый украса гелевый зеленое яблоко второй краситель орехово-зуевский сиреневый цвет и также буду использовать две насадки я старалась подобрать одинаковые но я их покупала в разное время и видите какая разница вообще в качестве насадки это насадка тюльпан вот это со швом а это из нержавеющей стали без шва также буду использовать насадку листик для тюльпанов с гачком вот видите крючок такой и насадка номер 15 звездочка вот мой тортик я делала очень простой к домашнему чаепитию перемазала его клубничным джемом и сметанным кремом смотрите сиреневым кремом я сделала бока насадкой звездочка и вот здесь помните у нас не хватало немножко коржа я просто добавила два слоя крема и вот как бы восьмерочка у нас уже получилось теперь я беру обычный граненый стакан и мне по центру нужно поставить вот поставили круг и здесь также нужно поставить круг это как бы наша ориентировка теперь берем насадку звездочка номер 15 я вам показывала в начале и сейчас делаем наш контур и и и и и и и и и продолжаем всю восьмерочку обводить если у вас тортик будет побольше то можно конечно же взять насадку больше продолжаем с другой стороны также и и и и и новых вот здесь мы сделаем тоже так такой густой а подруг как в первом случае здесь сделаем теперь смотрите вот наша восьмерочка да теперь же нам нужно сделать серединку делаем так же вот по кругу и так же делаем второй кружок тортик у нас будет нежный такой праздничный с помощью корнетика я внутри сделаю решетку я конечно сделала небольшую ошибку не надо мне нужно было сначала сделать решеточку а потом уже сделать ободок но я думаю вы понимаете так бы намного было аккуратнее у нас рисуночек вы можете придумать какой-то свой рисунок вот внутри будет у нас такая решеточка также мы будем делать и с старым кругом когда вы тренируетесь очень легко делать и быстро это украшение совсем недолго насадочки с кремом все подготовили теперь приступаем к украшению то есть у нас тортика вы уже догадались тюльпанами будет значит берем отсаживаем белый тюльпанчик есть торт у нас небольшой поэтому и тюльпаны у нас будут не слишком большие теперь здесь мы высаживаем вот сиреневый сразу же по бокам мы будем делать листики здесь у нас так сейчас мы исправимся с листик вот и также вот возле сиреневого сделаем листик 1 листик 2 насадочку обязательно протираем когда высаживаем тюльпанчики вот вытерли и теперь снова высаживаем тюльпанчик в одну сторону в другую вот дальше у нас идут листики один сюда вот дальше у нас беленький тюльпанчик идет очень красиво сейчас я поверну к вам чтобы вы видели что тюльпан они получаются открытыми обязательно насадочку протираем сейчас мы возле беленького высадим листики наши и саживаем теперь фиолетовый тюльпан рядом еще фиолетовый тюльпанчик дальше у нас идут листики хочется конечно аккуратно все но не получается то там запачкаясь это там вот так теперь у нас белый идет тюльпанчик теперь нас тюльпаны будут плавно переходить на эту сторону значит раз два дальше пошли фиолетовые дальше у нас идут сиреневые здесь вот так сиреневый здесь тоже будет вот теперь продолжаем отсаживать беленький раз два дальше отсаживаем листики теперь в эту сторонку тоже листики отсаживаем так продолжаем сиреневый тюльпан главное вот вы часто задаете почему тюльпаны закрытые у вас значит нужно правильно еще надавливать насадкой очень много неправильно пользуется насадкой из-за этого тюльпаны у них получаются закрытыми нужно надавливать хорошо надавливать и резко бросать но это нужно пробовать это все дело времени у меня тоже тюльпаны с первого раза как бы получились но сейчас намного лучше получаются значит теперь здесь беленький тюльпан и сюда беленький с этой стороны теперь насадкой единичкой сделаем вермышельку сейчас я вам покажу вот просто как обычно заполняем вот так и так же делаем другую сторону вот такой нежный а главное и красивый тортик на 8 марта у меня получился подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была Ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока 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 Продолжение следует...